зашли в это здание теперь мне нужно на второй этаж где второй этаж я не знаю так похоже не туда я вот спросил можно ли здесь снимать тоже может я думал нельзя можно но мне сказали что можно поэтому хочу вам показать вот это радио москва дик народ за такими компьютерами так здесь компьютеры народ сидит такие здесь терминалы интересные блок воды вывода даже не понимаю по знаете для чего это это для горячих линий где может быть там много людей сюда сюда нормально хорошо спасибо сидим вот здесь я думаю что значит тема финансовая в общем финансовый расчет семей то есть вот семья как рассчитывается бюджетом на квартиру и тому подобное я должен говорить о сша черт его знает в общем буду говорить чего-нибудь у меня вроде способность такая есть вот смотрите как здорово ответе радио москва надо сказать что в сша я вообще ни разу не попадал даже близко на радио и с микрофоном может быть когда-нибудь будет какой-нибудь вот такое шоу с микрофоном солидный выглядит правильно чем без а да вот о чем я хотел сказать что в сша я близко никогда не попадал не попаду на не на радио ни на что вот все-таки понимаете родная страна дает такие возможности надо сказать что конечно при то есть конечно есть минусы в россии понимаете есть много к любой стране неадекватных людей они знают кто они понимаете это конечно печально вот но в основном если бы меня не дергали если бы я здесь остался то я бы конечно здесь не было бы карьера и я бы разобрался со всеми вещами которые с которыми надо разобраться я думаю что было бы не проблем вот такие дела не сказать ничего больше придумать не могу поэтому пока отрубаемся ас и до после интервью на радио как всегда было классно вот смотрите столовая правда может зайдем посмотрим чё там если здесь правда похоже вообще закрыт правда нет открыт сниму вас немного у меня влог в ю тубе сделаю вам рекламу да спасибо знаете здесь довольно симпатичный райончик нравится вот не эта улица и вообще то как здесь конечно все еще по моему советских времен я вы знаете я как начал разбираться в районах москвы немного я стал видеть разницу разница конечно такая громадная как и сша но она есть но есть то есть вот здесь видно что поинтеллигентнее чем в некоторых местах смотрите какой здесь скверик симпатичный наверное журналисты сидят вот кто-то что-то снимает протест значит взял курицу поедем ее и поговорим о том что было конечно было очень интересно вообще нет давайте я поем а потом погуляем и поговорим на улице потому что это будет глупо где мы столовая правда поели курицу с рисом за 160 рублей там был нормальный что хочу сказать чего я сидел так автобус здесь шумит одну секунду перейдем на другую дорогу так как мне все равно надо чего я сидел в этой южной калифорнии деревня годами я не знаю москве конечно гораздо интереснее несмотря на конечно много минусов то есть конечно здесь не рай земной но лучше вот там меня на радио не приглашали здесь здорово не всем суждено на радио а я уже второй раз и наверное будет и третий и четвертый все таки здорово мне хоть какое чувство что я хоть чего-то как-то в жизни это самое конечно чертова знает но беседа была интересной поговорим о беседе да чем мы говорили мы говорили о том как что инвестировать и как вкладывать деньги среднему человеку или людям в россии дело не в том как и вкладывать дело в том что или это человек знает и потому что сейчас есть интернет и понимаете человек сам это узнает а если он уже еще не узнал то ему не суждено это узнать и объяснить это кому-то невозможно поэтому это как талант знаете его научить невозможно поэтому может быть ну идея благородная вот ну да конечно знаете вот пожить в пожить в двух странах это конечно интересная вещь вот контраст между россией америка конечно громадный и и я просто понял что здесь конечно я бы преодолел без особых проблем какие-то вещи которые мне нужно будет преодолеть потому что я здесь как все таки рыба в своим своим в своем аквариуме рыба в своей среде вот и как с людьми здесь быстрее и у меня бы знакомые меня конечно я был здесь устроился вот поэтому это был громадный громадный просчет моих родителей еще о чем я хочу сказать это я например читал вчера статью до в которой 19 индусских в индии студентов покончили с собой после того как они получили результаты экзаменов ну там в общем программное обеспечение что-то там софтверах какой-то там накрылся и им сказали что они не прошли экзамен когда они прошли так вот в течение недели 19 человек покончила с собой то есть вы представите насколько хрупко психика в этом да и вообще человеческая психика она хрупка в этом возрасте она особенно хрупка что одна такая вот какая-то малейшая вещь но не малейшая а вещи могут привести к громадным последствиям и естественно особенно это важно среди людей которые по-английски называется high achiever то есть те кто хотят много чего достичь ну и как принципе я я я хотел много чего достичь и мне было очень обидно то есть меня вот удивительно что я жив до сих пор если вот посмотреть на все что я прошел зачем это все я в принципе вот часто думаю что я с этим всем делюсь чертова знает может мне просто скучно может быть пытаюсь донести я знаю что среди моей аудитории есть ну может быть хотя бы пять десять процентов людей которые может быть которым эта информация полезна хотя бы потому что мне кажется громадное число людей которые пишут всякую чушь ребят если вам это я не интересен то чего писать всякую чушь просто не смотрите и все вот потому что естественно мне это все читать неприятно ну вот и в следующем видео пока пока